Привет всем ультралюксовым блестящим кошечкам! В сегодняшнем видео я вам буду показывать и рассказывать лучший люкс за прошедший 2023 год. Как-то странно сформулировала про лучший люкс за 2023 год. Люкса было, когда я собирала вещи для этого видео, мне показалось, что немного. А на самом деле, когда, знаете, уже собрала, оказалось, что было люкса все-таки внушительное количество и набралась целая корзинка. Но давайте сразу-сразу начинать и расскажу вам про лучшие тональные основы. Кстати, хочу отметить, что у нас уже выходило видео про лучшую бюджетную косметику за 2023 год и даже за самое начало 2024. И мы там с вами условили, что все то, что дешевле 1000 рублей у нас в ролике про бюджетную косметику, все то, что дороже 1000 рублей, это уже в ролике про люксовую косметику. И причем, знаете, были такие моменты, когда вот одно средство вот где-то вот прям на этом пороге то туда хочет заскочить, то сюда. Но, в общем, начнем мы с вами с такого плотненького люкса, а именно с тональных основ все они были сильно дороже 1000 рублей. Наверное, одна из лучших тональных основ за прошедший год это тональная основа от бренда NARS. И, кстати, эта тональная основа очень популярна в Америке, например. И я думаю, что заслужена, потому что она легкая, она дает среднее покрытие и она очень красиво сияет на лице. Если вы любите тональные основы, которые дают сияние, но при этом сияние не супер какое-то мега такое яркое, прям вот зеркальное, как у корейских тональных основ, а такое здоровое, красивое, пышущее светом сияние, то это именно она. Она не закатывается в морщинки, она не подчеркивает как-то особенно шелушение. Мне кажется, она подойдет абсолютно всем. Очень красивая тональная основа, но разве что, может быть, для жирной кожи будет немножко так, потому что она именно сияющая. Еще одна тональная основа, которую, к сожалению, у нас купить нельзя, потому что NARS продается в L'Etoile, это Good Apple от бренда KVD Beauty. Вот эту я обожала в прошедшем году. Почти во всех своих видео я накрашена именно ей. Ну, хотя еще, с другой стороны, 8 пептидов у нас по-прежнему, Clorans у нас по-прежнему, но это из новинок. То есть я стараюсь в этом видео собрать именно те запуски, которые, по крайней мере, вышли, ну, в конце 22-го, в 23-м и в начале 24-го года. В общем, тональная основа роскошная, просто роскошная, суперлегкая, с плотным при этом покрытием, что совершенно удивительно. Помните, у них выходила тональная основа в такой шайбочке, она была такая супер плотная, но она кремовая, то есть она не жидкая. Здесь жидкая, но с плотным покрытием, тоже сияющая, просто такая красотища. Если будете где-нибудь за границей, где есть Sephora, и там ее увидите, то обратите внимание, опять же, если вы любите что-то такое достаточно сияющее. Но были у нас и матовые варианты, это очень хорошая новинка от бренда MAC, продается сейчас во всех, мне кажется, у нас сетевых магазинах, на Ламоде тоже есть, я именно на Ламоде покупала. И это тональная основа, тире, это довольно странная вещь, тире консилер. Ну, вообще, реально странная штука, потому что здесь автоматическая кнопка, то есть вы выдавливаете из носика и наносите либо как консилер, либо как тональную основу, либо как все вместе. Ну, в общем, можно там выдумать, как вам нужно. Дает такое покрытие от среднего, в принципе, до плотненького, можно сделать, и здесь уже более матовый финиш. Он не глухоматовый, он скорее такой матовый-живой, тоже не закатывается, не сушит, в общем, отличная просто вещь для тех, кто любит средство два в одном. Но это, кстати, мне кажется, хорошая придумка, то есть реально можно и как консилер, можно и как тональную основу. Единственный минус из-за того, что это все-таки, ну, типа как консилер тоже, она очень быстро застывает. То есть, если ее применять именно как тональную основу, лучше ее либо очень быстро растушевывать на лице, либо, может быть, немножко развести с каким-нибудь кремом увлажняющим, чтобы, ну, иметь возможность все-таки ее получше растушевать. Дальше у нас кое-что, ой, вообще жуть какое дорогое. Давайте уточню, сколько это стоит сейчас. Ой, боже мой. 5700 рублей, но нужно тоже отслеживать всякие скидки и акции. Это BB-крем от бренда Миша. Это просто такая красота. Бренд Миша у нас в России снова появился абсолютно официально. То есть, у них сейчас есть официальный большой крепкий дистрибьютор. Потому что было время, когда Миша как-то, знаете, так была вот как-то непонятно то от одного продавца, то от второго. А вот официально вообще не ясно, была она представлена или нет. Вот сейчас официально представлена, и это мой любимый BB-крем, вообще от них роскошный. Он у них позиционируется немножко как такой типа антиэйдж, потому что здесь в составе есть масло камелии. То есть, оно питательное, увлажняющее. Это один из самых таких роскошных и, ну, скажем так, больше антиэйдж считается, ингредиентов в корейской косметике и вообще в азиатской косметике. Это просто тончайшее, легчайшее покрытие. Он не особо маскирующий, то есть, тут реально покрытие достаточно легкое. Но он настолько красивый. Он делает кожу вот прям как будто она шелковая. Потрясающе красивый эффект. Он очень тоненький, он так хорошо пахнет, он так хорошо наносится, маскирует морщинки. Все выравнивает, все подсвечивает. И у него как раз такой сияющий тоже финиш, потрясающе красивый. Я от него в восторге. Но это, конечно, больше для сухой кожи, для возрастной кожи. Вот для тех, кому не нужно маскировать там какие-то прыщики, а кому вот просто нужен вот этот вот красивый эффект и дополнительное увлажнение и питание. Еще, кстати, хочу отметить из хороших запусков. За прошлый год это BB кремы от Airborian. Они обновили свои формулы и обновили линейку оттенков. У них там появился еще какой-то новый оттенок, по-моему, он называется то ли Ivory, то ли вот что-то там такое. В общем, там появился светлый оттенок. И в чем обновление формулы, слава богу, ничего такого критичного. Они немножко ее изменили в плане компонентов, которые на данный момент считаются более такими агрессивными для кожи. То есть, видимо, они для того, чтобы, ну знаете, более природными как бы считаться. Вот они там формулу немножко так озеленили. И отличные, как всегда, средства, но про это, я думаю, можно долго не говорить, потому что все примерно знают, что такое BB крем от Airborian. Я его обожаю. Это одно из моих самых вообще любимых средств за всю жизнь. И хорошо, что у них появился вот этот светлый оттенок, потому что раньше многие жаловались. Потому что даже вот этот вот нюдовый оттенок, который у них был популярный, и оттенок Клэр, они все были немножко такие желтоватенькие. Они были на уровне примерно 21-м по тональной вот системе корейской косметики. А сейчас у них появился новый оттенок, который прям по-настоящему светлый и подойдет девчонкам с очень светлой кожей. Еще хочу внезапно похвалить тональное средство от бренда Chic. Это их новое тональное средство под названием Velvet Cover Foundation. Но здесь с небольшой оговорочкой, потому что они его почему-то позиционировали как средство матовое с матовым финишем. Стоит, кстати, 1390 рублей. Это вот самое, по-моему, бюджетное средство из сегодняшних. Но на деле это абсолютно точно средство с таким сияющим живым финишем. То есть вот все, как я люблю. Как знаете, средство, которое мы сейчас с вами обсуждали. Вот тут именно вот это красивое сияние. Он вроде и увлажняющий, он красиво ложится. Он очень здорово смотрится на лице, но он вообще не матовый. А здесь он еще называется Velvet Cover, то есть как бы бархатное покрытие. То есть он и по названию в теории должен быть матовый. И в соцсетях они тоже у себя писали, что он матовый. Но, видимо, какая-то ошибка там, что-то закралось. Не знаю, СММщик что-то там не то написал. Теперь давайте перейдем к ароматам. Ой, ну это случайные такие залетные вещи в сегодняшнем видео. Но все равно хочу про них рассказать. Во-первых, мой любимый аромат за этот год. Это просто вообще открытие и находка. Это британский бренд Armande Jane. Бренд, кстати, в Британии известный. Он такой все-таки, он небольшой, но тем не менее, он известный в узких кругах. И бренд, его держит парфюмер Линда, Линда Толли Пинкертон. В общем, там какая-то тоже известная женщина парфюмер. Вот она все эти духи сама как-то там интересно изобретает. И аромат называется Preve. Если вы смотрели мои ролики вообще за прошедший год, то вы знаете там историю, что мне прислали рассылку, которая была надушена этим ароматом. И там была подпись, что вот это этот аромат. И я купила себе сначала маленькую версию на 8 мл. Ее почти уже использовала. Там у меня чуть-чуть осталось. Именно поэтому этот флакончик пока полный. А потом на день рождения попросила у подружки себе все-таки вот купить. Подарить мне этот аромат. И здесь какая вообще составляющая этого аромата? Это сандал, мандарин, нероли, мускус, черная смородина, гордения, балбы тонко и шалфей. Так, мне кажется, это ошибка. Это ошибка какая-то. На сайте Золотого Яблока, по-моему, там не совсем правильно указаны ноты этого аромата. И я все выписала с их сайта. В общем, здесь основной, один из основных компонентов это рис басмати. И он так чудесно пахнет. То есть это настолько элегантный, классный, такой сладковатый слегка аромат. И он восточный, но не слишком, не слишком восточный. В общем, я от него в полном восторге. И вообще его обожаю. И, кстати, думаю еще купить себе аромат Woman, потому что он тоже какой-то обалденный. Просто обалденный. И еще один аромат, который мне безумно понравился, это Ликита Маженер Дом Роса Мелизим. Мелиссима, там как-то сложно произносится по-французски. Хочу сказать, что именно Мелиссима. Не оригинальный Дом Роса, потому что они разные совершенно. То есть в них есть что-то общее, потому что основной компонент здесь это роза. Но все-таки они разные. Вот именно версия Мелиссима, это такая немножко роза, знаете, мыльненькая такая. Но мыльная в хорошем смысле, она пахнет чистотой. То есть это как будто и роза, и немножко вот какой-то свежий хлопок, что-то такой, стиральный порошок. Вот этот такой корейский прям аромат я просто-таки обожаю. А у оригинала у него больше такая вот прям роза. И здесь еще в составе также, ну точнее не в составе, в нотах это ноты шампанское. То есть там ноты роза и шампанское. Но мне кажется, что вот эти пузырьки именно в этой версии, они именно уходящие вот в такую чистоту. И, кстати, мой муж вообще не очень любит ароматы разные парфюмы, ему не нравится. Но вот этот ему очень нравится, он всегда отмечает, что он, конечно, потрясающе пахнет. Так, что у нас дальше? Дальше у нас всякие разные палетки. Мы с вами не смогли включить видео про бюджетную косметику палетки, потому что палетки все дороже 1000 рублей, но ничего удивительного. Поэтому палетки все будут в этом видео. Кстати, небольшое замечание. Если вы до сих пор не подписаны на мой телеграм-канал, то, пожалуйста, подпишитесь на него, а ссылка будет в инфобоксе под этим видео. Там у нас много новостей и приятное общение. В общем, все самое приятное и интересное. Так что ничего не ждите и скорее подписывайтесь, а ссылка внизу. Итак, быстренько топ палеток за прошедший год. Одна из самых удачных палеток, действительно замечательная, замечательная идея, это палетка от бренда Russian Beauty Guru Айда Пушкин в соавторстве с визажистом Софи Коваленко. Софи вообще замечательный человек, очень приятная девушка и визажист отличный. И, в общем, палетка у нее тоже вышла классная. Здесь 4 оттенка, это палетка для лица. Но, естественно, глаза тоже можете ее применять. И мне очень нравится и как наносятся эти цвета, и как они выглядят. Действительно прекрасно, вот с точки зрения продуктовой. Все здесь просто идеально. И также очень нравится сама тематика, что это вот пушкинская палетка, что здесь все, значит, с цитатами Пушкина. Очень классная идея. Вторая хорошая палетка также от бренда Russian Beauty Guru, это в коллаборации с визажистом Леной Ясенковой. Эта палетка уже большая, но она прям дорогая, она стоит 3,5 тысячи. По-моему, это прям минимальная цена. Ну, понятно, у нас ролик про более дорогую косметику, поэтому, знаете, можно. Про эту палетку было отдельное видео, прям очень подробно мы ее тестировали. И здесь 9 оттенков теней, все оттенки названы по именам звездных клиенток Лены Ясенковой. И также 3 оттенка для лица. Ну, с оттенками для лица здесь у меня немножко, знаете, не совпадение, потому что они для меня прям тепловатенькие, такие сильно насыщенные. Оттенок скульптора здесь замечательный, и оттенки теней здесь тоже супер классные, очень красивые. И вот эти, кстати, сияющие цвета, они прям вообще делают сразу все. Как вы помните, единственный вот этот темный оттенок мне не понравился, что-то у нас как-то с ним дружба не особо сложилась. Еще совершенно шикарные у нас вышли палетки, точнее, приехали к нам из Кореи от бренда Анлиаша. Я его почему-то раньше все время называла Анлиша, хотя на самом деле он Анли-ляша. Что ж такое Анлиаша, Анлиаша называется этот бренд. И у них палетки просто красивейшие под названием Glitterpedia. У них на самом деле не только такие есть палетки, у них там еще маленькие есть палетки. Но вот эти, кстати, на всяких корейских сайтах, на всяких корейских эворцах, награждениях, да, определениях победителей года, они там все время в топе. Почему? Потому что они реально супер классные, и палетки называются Glitterpedia. Причем там есть разные варианты. Вот это вот чисто все с глиттерами. Причем здесь глиттеры именно мягкие, они не острые, они не какие-то металлизированные. И, кстати, эти палетки еще постоянно выиграют во всяких категориях. Там чистая красота, клиент бьюти, ну то есть они еще и с каким-то там глиттером безопасным для природы. Очень красивая, если любите вот эти все корейские глиттеры, безопасные, безопасные, хочу обратить ваше внимание, то обратите внимание. Потрясающе красивая, и я себе купила еще одну тоже из этой серии, еще не пробовала. Мы с вами попробуем вместе как-нибудь в ближайшем видео. Это фиолетовая палетка под названием Лавандовый туман. Прям жду не дождусь. Здесь уже меньше глиттеров, здесь раз, два, три, четыре глиттерных оттенка, а все остальные либо матовые, либо такие вот сатиновые. Так что очень хочется вместе с вами попробовать. Что же там за палеточка такая? Еще одна классная палетка, которая очень понравилась в прошедшем году, это палетка от бренда Byte Re с розами. Она роматизированная, пахнет розами. И это люксовый бренд, который продается у нас в ЦУМе и в Ривгош. Французский, кстати, бренд. Я его люблю. Я с ним много лет знакома, мы с вами его в свое время начали находить еще в каких-то адвентах, там, не знаю, года три назад. И, конечно, мое любимое самое средство от них, это вот эти все бальзамы для губ с ароматом розы. Но про эту палетку как раз подробно вам рассказывала прошлой весной. Здесь замечательные оттенки для лица. То есть это бронзер, здесь хайлайтер, но он такой, знаете, больше на пудру на самом деле похож, чем именно на хайлайтер. Не очень-то он прям сияющий. И два красивейших оттенка румян. Замечательно все тушуется, очень нежное, очень красивое. Еще по поводу палеток. На самом деле, вы знаете, что, конечно, в последнее время по понятным причинам палеток у нас как-то стало продаваться в целом поменьше. Мало что к нам доезжает, но тем не менее доезжает. Но даже не в этом дело, что в этом ролике как-то мало палеток вот именно я собрала из каких-то последних запусков, которые я могу прям включить в лучшие, по моему мнению. Дело в том, что мне кажется, вот эта вся палеточная история с цветами для глаз, она немножко как-то вот подзаглохла в последнее время. Причем у всех брендов. То есть та же Huda выпускает все одно и то же. Наташа Динона выпускает все одно и то же. Все вот эти вот одни и те же цвета просто по кругу идут. Вот сейчас вроде Huda анонсировала там какие-то супер тени на кремовой основе. Но может это будет хотя бы что-то новое. И в прошлом году покупала я палетки отдельные. И не могу сказать, что я в каком-то диком восторге. То есть вот, например, у Анастасии Беверли-Хиллса выходила эта палетка Nouveau с цветами такими красивыми. Ну, она обычная. Ничего, вот нет в ней чего-то, чтобы ее прям лучше признать. Также у Наташи Динона выходила палетка My Dream Palette. Ну, тоже как-то, знаете, я ее купила, а потом на самом деле пожалела, потому что я вижу, что цвета не очень-то вообще мои. Не очень-то меня как-то вот она прям заинтересовала. Но она прям теплая такая. Кстати, вот чего не купила, а думаю, что она могла бы войти в топ лучших палеток. И я думаю, что все-таки куплю. Это палетка I Need Nude. Вроде она прям по свочам и по отзывам действительно хорошая. А вот из тех, что мне понравилось в прошлом году от именно таких американских брендов, ну, разных, в общем, зарубежных. Мне понравилась палетка от Huda под названием Матовая. И это был оттенок Cool. Cool Matte Obsessions. Вот она действительно была классная. Она причем такая интересная. Она немножко кремовая. И она такая плотненькая, прям стильно матовая, бархатная палетка. Она реально прям такая, ну, знаете, можно много чего, много куда ее применять. И также из хороших еще была относительно Анастасия Беверли Хиллс. Вот такая маленькая. Но это, по-моему, не новинка прошлого года. Тоже симпатичная. Мы ее с вами, кстати, нашли в каком-то, по-моему, адвенте. Но она у нас продается и в Золотом Яблоке, и где еще она продается, по-моему, в Эльдбуте она либо есть, либо была. Но, в общем, это не то, что какая-то прям большая редкость. А вот из тех, которые я использовала чаще всего, это вообще не новинка. Это Tom Ford Nude Deep. Замечательная палетка. Тоже спокойно у нас везде она продается, как и многие другие палетки от бренда Tom Ford. И, кстати, еще хочу упомянуть из наших брендов. Это палетка от N Beauty. Палетка теней Fohim. Не могу сказать, что она была прям лучшая. То есть у меня к ней есть некоторые вопросы. Но она очень достойная. Но, правда, она и очень дорогая. Она стоит, по-моему, 4 900. Ну, прям какая-то сильно дорогая. Но, по крайней мере, она очень качественная. И здесь реально классные цвета. Я бы хотела попробовать еще другие цвета от этого бренда. И, кстати, уже себе одну новенькую от них заказала. Ой, ну ладно. Палетки в палетками. Вроде с палетками разобрались. Теперь давайте поговорим про всякие средства для лица. Здесь было много всего интересного. И я смотрю, что у меня тут что-то в моей корзинке нормально так протекло. Ну, а теперь у нас средства для лица. Кстати, установила, кто у нас тут навел шороху в корзинке и все изляпал. Это был тональный от Nars. Какой-то, знаете, вообще должен знать свое место. А то сейчас мы его как вышибем из списка лучших средств за этот год. В общем, что у нас дальше? Дальше у нас интересные пудры за прошедший год. Одна из лучших пудр это, конечно, Банила Ко. Просто замечательная пудра. Тоже ее Nars этот изляпал полностью. В общем, это пудра, которая вообще не видно на лице. Она и матирует, и скрадывает поры, и делает все самое замечательное с лицом. И, кстати говоря, эта пудра тоже побеждала во всяких корейских выборах года, но в рассыпчатом формате. А мне больше нравится в прессованном формате. Это абсолютно один и тот же продукт. Просто прессованный и лично для меня более удобный. Поэтому, если вы любите пудры матирующие, но такие, которые не глухо матирующие, и еще к тому же прозрачные, обратите на нее внимание, продается такая в Литуале. И, кстати, что важно, она вообще не сушит кожу и идеально фиксирует макияж. Пудра тоже из этой же категории, но от итальянского бренда Дебора Милана. Это их рисовая пудра под названием Формула Пура. И называется она Кипри. По-моему, так это читается. В общем, супер классная пудра, которая делает все то же самое. То есть, она и прозрачная, и матирует. У нее есть вот этот эффект легкого блера на лице. Но, кстати, советую вам обращать внимание, что она есть в разных цветах. То есть, это у меня прозрачная, а есть еще всякие цветные. Но это уже для тех, кто любит еще дополнительно какое-то иметь пигментированное покрытие. Еще из замечательных вещей, это новинка от бренда Too Cool For School. Это новый оттенок их знаменитого скульптора для лица под названием Art Class. И оттенок называется Modern. Самый светлый оттенок. Недавно тоже мы с вами про него говорили. Просто идеальный пепельный оттенок, если у вас очень светлый оттенок кожи. Они есть в классическом варианте, есть также в нейтральном варианте. Классический, самый такой тепленький, нейтральный, немножко посветлее. И вот этот холодный пепельный. Обожаю этот скульптор. Он просто лучший за все время. Вот если вы его когда-нибудь купите, вы никогда больше не захотите покупать никакой скульптор. Потому что он лучше всех. И он, вы знаете, ему, наверное, лет уже 15. То есть это очень давнишний продукт. И в Корее он до сих пор занимает первые места. И вот вышел просто новый оттенок. Так, что еще? Что еще? Из хороших румян за прошедший год. Ну, для меня, конечно, открытие. Это румяна серум от корейского бренда FIF. Мы с вами тоже пробовали их в одном из относительно недавних видео. Это румяна с ухаживающими компонентами. То есть они такие гелевые. Они тут же впитываются и дают такой красивый, немножко глянцевый эффект на щеках. И абсолютно не сушат кожу. Но не всем нравятся кремовые румяна. Просто если вам нравятся, именно даже они не кремовые, а именно гелевые. То есть супер легкие. То обратите внимание. И это оттенок рози-кози. Я уже себе купила новый цвет под названием No Makeup. Очень хочу его попробовать. Тоже мы с вами вместе скоро его будем пробовать. Из, так скажем, зарубежных румян, которые, знаете, не так-то легко найти, это, конечно, вилла от бренда Benefit. У них вышло полное обновление вообще всей линейки их румян. Ну, сохранились все эти Данделайи наши любимые. Но также вышли новые оттенки. Вот из новых оттенков, безусловно, самый, самый красивый, по крайней мере, для меня, это вилла. Потому что это, ну, относительно такой холодный розовый. Все остальные у них почему-то просто дико теплые. Просто все остальные цвета прям теплющие такие. И, кстати, еще из удачных покупок за прошедший год хочу отметить их новогоднюю палетку. Ну, как всегда у них выходила новогодняя лимитка, как и каждый год, под названием Twinkle and Jingle. И в этой палетке все старые, хорошо знакомые нам продукты. Это Данделайн румяна и также еще Данделайн твинкл хайлайтер. И новинка это Honey Bee твинкл. Но на самом деле этот хайлайтер, он точно такой же, как Данделайн твинкл. Просто чуть поярче. Просто там чуть побольше блесток в составе. Еще, кстати, очень хочу похвалить бренд Ник Мале, которые выпустили много новинок. В частности, они выпустили средство для лица. Это новый скульптор, тоже очень хороший, называется он не рыжий. Я, кстати, видела, что у них на сайте появились новинки. Там какие-то новые цвета, но они уже более такие, знаете, какие-то драматичные. То есть, этот у них самый пепельный, не рыжий оттенок. Он реально классный, легкий, хорошо растушевывается. Мне очень понравился. Вышли у них новые румяна. В количестве, насколько я помню, трех штук. Там есть одни с очень странным цветом. Есть еще одни, это румяна-хайлайтер. Помните, такие сияющие тоже мы с вами пробовали. И румяна под названием Блоссом Расцветай, 103 номер. Вот эти просто самые красивые. Очень красивый такой розовый персиковый оттенок, который, как мне кажется, подойдет абсолютно всем. И просто супер яркий хайлайтер. Такой, знаете, хайлайтер прям от Шарлотты. Немножко он с отдельными блесточками, но в данном случае он красиво смотрится. И этот хайлайтер под названием Брызги Шампанского 02 номер. Еще из румян очень понравились. И многие, кстати, хвалили. Это популярное средство румяна от бренда Дирдалия. Это тоже корейский бренд. И у меня это оттенок под названием Хэппинес. Они в Корее тоже были очень популярны. И у нас тоже я видела огромное количество положительных отзывов. Идеально растушевываются. Очень красивые легкие румяна. Но, правда, сильно дорогие тоже. Они стоят 2500 рублей. А у них, знаете, такая упаковочка довольно простая. То есть не скажешь, что это прям какой-то люкс-перелюкс. Но вот, да, и сами хорошие, и очень хорошо наносятся, выглядят красиво. Также еще от бренда N-Beauty. Очень хочу похвалить замечательный, просто красивейший румяна под названием Your Cheeks U&B. 01 оттенок. Великолепный. Просто великолепный. Я помню в ролике, когда мы их пробовали, я прям была, была удивлена, скажем так, насколько они красивые, насколько они здорово наносятся. Но хочу сказать, что потом я их использовала практически постоянно. И немножко в какой-то момент они мне поднадоели. Потому что здесь они, ну, прям такие персиковые. И сейчас у них вышел новый оттенок под названием Snow Queen розовый. Прям такой холодный розовый. Я его тоже заказала. Хочу попробовать. Может быть, как-то, знаете, под мое текущее розовое настроение он мне больше понравится именно сейчас, весной. Но по качеству хочу сказать, что просто замечательный. И то же самое могу сказать про хайлайтер. Это хайлайтер блеск в оттенке Gold. Но я надеюсь, что у них выйдет еще какой-нибудь оттенок хайлайтера. Потому что этот замечательный, очень красивый, ровное такое сияние. Без каких-то отдельных блесток. Яркая, красивая, просто фантастическая. Но он прям такой золотистый. Хочется, знаете, чего-то такого розоватенького. Если выйдет, точно себе куплю. Потому что тоже по качеству замечательный. Еще, конечно, хочу вспомнить наших недавних любимцев от бренда Mujiga. Все время проблема, как произносить-то это корейское название. Mujiga Mansion. Если вы не смотрели этот ролик, обязательно его посмотрите. Фантастической просто красоты. Румяна. Я так и не купила себе пока новый оттенок. Но тоже хочу купить просто красивейший, восхитительный румяна. И сам бренд потрясающий. И очень странный хайлайтер. Но это, знаете, он с такой натяжечкой немножко попадает в это видео. Потому что у него реально очень странный оттенок. Но он интересный, по крайней мере. Но я думаю, что они, знаете, такие бонусом в этом видео идут. То есть нужно о них упомянуть, что это действительно здорово. Что этот бренд у нас сейчас тоже продается. И вот от него всякие такие необычные, интересные вещички. Что у нас из консилеров за прошлый год? Ну мы с вами уже поговорили про консилер от MAC. И еще два супер удачных консилера. Это просто находка прошлого года. Это Kill Cover от бренда Clio. Потрясающий консилер под названием Airy Fit. Я себе купила еще второй в другом оттенке. Я в него влюблена. Он плотный. Он очень легкий. Он идеально фиксируется. Он не скатывается. Он не подчеркивает шелушение. И у него вот такая пипочка, которой вы можете любой прыщик, знаете, прижать. Вот так прижать. И все хорошенько себе нанести. И потом просто растушевываете. И все. Просто идеальный консилер. И под глаза. И на всякие покраснения, потемнения на коже. Еще одна замечательная находка. Это консилер от бренда Russian Beauty Guru. В соавторстве с Ириной Левенталь. Это культура сияния консилер. Помните, раньше он выходил в такой баночке и был плотненький. То есть такой он кремовый. Был прям такой плотный. А потом они в этом году его перевыпустили в жидком формате. Он вышел сначала в розовом оттенке, а потом еще вышел в нейтральном оттенке. Я пока себе вот только розовый приобрела. Думаю, еще в нейтральном тоже купить. Отличное легкое средство, но это как бы больше как корректор под глаза, чтобы подсветить взгляд, чтобы немножко выровнять общий тон лица. Вот для этих целей он подходит, но для маскировки каких-то прыщиков это, конечно, вообще не вариант, потому что он очень-очень легкий. И его функция немножко другая. Из карандашиков и из туши. Мы сейчас тут с вами быстро разберемся, потому что их всего несколько. Лучшая тушь за прошедший год это, без сомнения, туши от Clio. Причем можно брать любую. Они все называются Kill Lash. Моя любимая это с черной крышечкой. Называется она Volume Curling. Удлиняющие корейские туши супер водостойкие, которые идеально держат завиток, которые делают ресницы очень длинными, но при этом не дают какого-то супер объема. Но все равно там есть у них объемные варианты, которые просто погуще наносят эту тушь. Но в целом они больше удлиняющие. И эти туши хороши абсолютно всем, кроме одного момента, что их можно смыть только хорошим гидрофильным маслом, потому что они супер стойкие. Они просто мега стойкие. Также от бренда Clio замечательные карандаши для глаз. Это карандаш Extreme Gel Press. Это плотненький такой толстенький карандашик. Не течет с водной линии века. Идеально фиксируется. Можно наносить на водную линию. Можно наносить, в общем, куда хотите. Просто он супер стойкий. И также хит хитов. Это просто многолетний хит. Тоже во всех конкурсах в Корее побеждает. Уже не первый год. Это карандаш под названием Sharp So Simple. Мне кажется, я его вообще чуть ли не из Кореи привозила в свое время. Но сейчас он тоже есть в золотом яблоке. В чем его отличие? По сути, это как бы одно и то же. Просто супер стойкий гелевый карандаш. Но он очень тоненький. Для того, чтобы себе аккуратненькую стрелочку нарисовать. В общем, если ищете прям супер стойкие средства, то обратите внимание на бренд Clio. Это их как бы главная фишка, что вся косметика у них очень стойкая. По поводу помад хочу быстро пройтись по корейским брендам. Матовая помада от бренда V&A Beauty. Просто роскошь. Роскошная. Она выпущена всего в нескольких цветах. Но они все потрясающие. Это вот этот эффект. Такого матового, абсолютно невесомого покрытия на губах. Который очень красиво выглядит. И она к тому же стойкая. Mujiga Mansion. У них вот эти их жидкие объекты. Опять же, если вы смотрели ролик про этот бренд, то вы знаете, о чем я говорю. Матовая помада в оттенке, как ни странно, стайнинг. То есть, все-таки Stranger самый легендарный оттенок. Для меня он какой-то, мне кажется, не самый комплементарный. А вот этот стайнинг восхитительно выглядит. И это матовый тинт для губ, который очень красиво растушевывается на губах. И тоже долго держится. Холика Холика привезли к нам свои зеркальные тинты. Которые выглядят, знаете, как тинт от Romand. То есть, вы наносите, и они такие, как блески смотрятся. А потом постепенно этот блеск у вас пропадает. И остается просто тинт на губах. Это тинты под названием Hard Crush. Восхитительные просто. От Клио. Помады матовые тоже тинты. У них есть хорошие помады. Но она похожа на вот эту помаду. То есть, одна и та же текстура. Такая легкая-легкая. Матирующая текстура на губах. И также универсальный тинт для всего от бренда Inga. Если вы не смотрели ролик про тестирование вот этой штучки, супер загадочной, то обязательно посмотрите. Это тинт для щек, для губ, для всего. Который, как ни странно, немножко такой, как будто маслянистый при нанесении. Хотя кажется, что это вот будет чисто такой, знаете, чисто прям тинт такой сушащий. Очень классная и очень необычная вещь. Ну а из более типичных вещей, давайте быстро пройдемся по блескам для губ. Восхитительный блеск для губ от бренда Latte Beauty под названием Jealous. Такой блеск, такая красотища. Там же три в одном, там и бальзам для губ. И что-то типа масла для губ. И плюс еще и блеск для губ. Всегда, когда я им крашу губы, всегда меня спрашивают, что это за потрясающее средство. Потому что он невероятно красиво смотрится на губах. Супер увлажняющий, супер красивый. Вообще всем рекомендую попробовать. Единственное, что он дорогой, он стоит чуть ли не 2,5 тысячи рублей. Но на этот бренд тоже часто бывают всякие скидки. Также у Clorans Lip Perfector вышли в новых оттенках. И это оттенок 21, который в составе имеет блестки. Они же тут заявили, что типа можно использовать эти блески как хайлайтеры на лице. Но я бы все-таки опасалась. Особенно если у вас кожа склонная к высыпаниям. Потому что здесь жирненькая основа. То есть такая прям жирная текстура. И вот это оставляет все такой жирный блеск на лице. Жирный эффект. И потом могут быть здесь какие-то прыщики. Если у вас кожа такая вот склонная к этому делу. Но сам по себе просто красивейший. Очень-очень классный. И также у Clorans вышла лимитка прошлой весной. С потрясающим нежным запахом. Это их масло для губ. Но здесь я думаю можно много не говорить. Потому что кстати у них уже вышла лимитка этого года. Тоже с ароматом. И она с ароматом чего-то там кондитерского. Честно говоря это меня немножко меньше вдохновляет. Потому что здесь такой сладкий цветочный аромат. А там именно аромат кондитерский. Но немного это знаете. Немного это уже не мое. И также из лучших. Из лучших уже таких тяжелых люксовых вещей. Это безусловно Black Honey. Помада для губ от Clinique. Которая сейчас у нас пополнилась еще. Pink Honey. Недавно тоже с вами тестировали. Обожаю это средство. Хотя оно очень неоднозначное. И мне кажется сколько у него любителей. Столько у него и ненавистников. Это бальзам теретин для губ. Который приобретает очень странный. Необычный оттенок на губах. А из таких прям базовых. Базовых помад. Запуск от MAC. Под названием. Luster Glass Lipstick. Мы вот эти две помадки кстати находили с вами в адвенте этого года от MAC. Но у нас они тоже продаются. И это самые два базовых таких самых популярных цвета. Один оттенок называется Serop 524. И второй называется Seashir 520. Восхитительно красивые помады. Они называются Luster Glass. Потому что они ну такие сатиново-зеркальные. То есть блестящие помады. Помните как некоторое время назад все такие нету MAC. Надо брать ультраматовый или просто матовый. Было модно все-таки все матовое. А сейчас снова все сияющее в моде. И вот эти помады как всегда у MAC. Они очень комфортные. С очень красивыми оттенками. Прям замечательные во всех отношениях. Хотя с другой стороны как-то вспоминаешь. Что это вроде обычной кремовой помады. Ничего здесь такого выдающегося. Но они реально вот классные по оттенкам и по своему виду. И еще одна помада сильно заляпанная. Потому что сильно любимая. Это помада Dior Edict. В красивейшем оттенке 527 под названием Atelier. Ой боже. Такая красота. Такая красивая помада. Так мягко ложится на губы. Так красиво смотрится. Ну и конечно это тоже обычная кремовая помада. Все старое. Это хорошо. Точнее все новое. Это хорошо забытое старое. Все старое хорошо забытое новое. Это было бы странно. Ну в общем классная просто вещь. Советую вам тоже обратить внимание. Если вы что-то такое любите. Прямо с тяжелого люкса. Тем более что недавно привезли всякие новые новинки от Dior. Достаточно много сейчас во всех крупных наших сетях. Напишите пожалуйста в комментариях. Что из этого вам тоже нравится. Какие средства вас вдохновили в этом году. Именно из тех которые дороже 1000 рублей. Ну то есть уже там либо средняя цена. Да. Либо уже там какая-то совсем люксовая. В общем что вам понравилось больше всего за прошедший 2023 год. Надеюсь что это видео было для вас полезным и интересным. Желаю вам сегодня замечательного вдохновляющего дня. И побольше хороших эмоций. Спасибо. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»